Наталья Лирник Тонкий тающий след Исцеляющая проза Моей маме, моей дочери Арине и моим драгоценным подругам Я иду, пока вру Ты идёшь, пока врёшь Мы идём, пока врём Вы идёте, пока врёте Старинная грамматическая шутка Глава первая Рано или поздно все узнают Всё рухнет, и она ничего не сможет с этим поделать Мягкая жёлтая игрушка, в кепке, как у Шерлока Холмса Смотрела на Надю тупым весёлым взглядом Пикачу детектив 20 сантиметров, цена 550 рублей, сообщила этикетка О господи, он ещё и детектив Вот мерзость-то Она почувствовала, как холод пробирается по спине И ощутила запах сгоревшего масла Откуда он здесь? Сзади раздражённо засигналили Надя бросила игрушку на пассажирское сиденье Сжала ру ледяными пальцами И, тронув педаль газа, услышала урчание двигателя Нервным движением подтянув шарф потуже, она поехала к выезду заправки Может вернуть? Замешательство длилось всего пару секунд Нет, невозможно Лучше вообще не соваться, а то ещё поймают при попытке положить это на место Это же надо было украсть покемона, да ещё на заправке, где она бывает дважды в неделю Надя поджала губы и излишне резким движением направила машину в плотный поток Зима, слава богу, кончилась Но весна и на смену не спешила Мокрая, серая и какая-то растерянная Москва ждала, когда исчезнут с улиц неряшливо огороженные снежными валиками разнокалиберные лужи А пока поставляла горожанам стандартные порции мартовской грязи и слякоти У обочин, на переходах, у входов в метро, на обуви и брючинах, на боках троллейбусов и на лобовых стеклах машин Капли, капли, грязные капли Отношение к машине у Нади было мужское В салоне всегда безупречная чистота и ничего лишнего Но вот мыть, это же просто потеря времени При нашей-то экологии Дворники начали скрипеть Когда на тихосмотр? Через пару недель надо бы уже записаться Заодно и резинки поменяют Мыть машину или не мыть? И куда теперь девать этого Пикачу, будь он неладен? На этот раз все случилось как-то сразу На несколько секунд Надя будто одеревенела Взгляд остановился на ярком пятне А рука сама собой протянулась и спрятала игрушку в карман пальто А ведь там камеры Спина похолодела и кажется даже стала влажной Боже мой, ну что же делать? Неужели это опять началось? Пять лет спокойной жизни и вот оно снова Стресс Врач сказал, виноват стресс Ну не так уж сильно я нервничаю Вадим, Лешка, работа Все в общем как обычно Бабушка Бабушка без изменений Ужасно, что на этот раз Врачи даже не стараются обнадежить Да, наверное из-за этого На этот раз все произошло как-то внезапно Раньше по растущему напряжению Надя за несколько дней могла сказать, что это случится снова А сейчас сигналов не было И это пугало Магазин товары для художников Освещал промозглую вечернюю улицу Теплым светом витрин В таком месте как это Уж точно заботятся о правильном освещении Не голубой и не желтый А ровный и мягкий свет Имитирующий натуральное солнце А как иначе? Ведь только часть красок покупается по номерам А чтобы влюбиться в новый оттенок пигмента Или бумаги Его нужно правильно увидеть Здесь знали толк в деталях И баловали знатоков хорошим выбором За это магазин в торце здания большой галереи Любили многие профессиональные художники Надя подъехала прямо ко входу И встала как любила Кое-как наискосок Не задумываясь Машина не просто была ее личным пространством Она как будто давала ей право На какую-то дополнительную дерзость Иногда за это приходилось платить Но Надя считала, что тратит на штрафы меньше Чем иные дамы на туфли И вообще Это никого не касается Пока я главный добытчик в семье Сама плачу штрафы И кормлю своих мужиков Ставлю машину как хочу И точка Открыв дверь Она не глядя опустила ногу И, конечно, угодила в лужу Вода залилась в ботильон сверху Узкая штанина мгновенно промокла И ледяным языком прильнула к ноге Бррр Надя нащупала в квадратной деловой сумке Упаковку одноразовых платков Быстро протерла обувь И плотнее запахнув строгое темное пальто Быстро взлетела по семи знакомым ступенькам Верочка, привет Привет, Надюша Рада тебя видеть Как ты? Да все хорошо, как обычно Как твои дела? Я этюдники хочу посмотреть Еще Вадиму нужно масло И несколько кистей Давай покажу, что есть К сезону этюдников будет больше Но это через месяц примерно Ближе к майским должны привезти Пока у нас только базовые модели Тюбики и банки с красками Растворителями и грунтами Карандаши и кисти в пластиковых ячейках стендов Коробки с пастелями и углем Холсты на подрамниках Листы разной по плотности и оттенкам бумаги Блокноты, ластики и фартуки Мастихины, книги, мольберты и манекены Этот мир, отделенный от обыденности Тонким стеклом витрин Надя знала во всех деталях Она любила его запахи и звуки Могла с закрытыми глазами перечислить Порядок цветов в круге Иттона И назвать правильные сочетания для любого тона И если бы не вечные заботы Она могла бы здесь оставаться часами Она на пару мгновений застыла Машинально крутя обручальное кольцо на пальце И будто медитируя на глубину Как воснецовская Аленушка Усмехнулась сама себе И обратилась к Вере Этюдник не готова пока, Вер Надо подумать Давай пока возьму масло Сен-Элье Вот список по номерам Еще походную палитру И щетинные кисти Плоскую пятерку, круглую восьмерку Синтетику четверку, круглую еще Да, конечно Может еще маленькую из колонка? А для Леши акварель не нужна? Верочка работала в товарах для художников Уже много лет И знала всю семью Которая в разных сочетаниях Заходила сюда за художественными материалами Да, давай еще колонка Пусть двойка будет, спасибо А Леша не рисует больше Он же у нас теперь серьезный человек Юрист Уже второй курс заканчивает В голосе Нади звучала гордость С ума сойти, юрист И как? Нравится ему? Вер, я сама удивляюсь Учится, как зверь А сейчас еще на практику в полицию пошел Увлекся не на шутку Надя улыбнулась Будто сама не особенно веря своим словам Свекровь, конечно, в шоке Внук самого Невельского И вдруг не художник А чуть ли не мент Но что поделаешь Ну, переубедить детей нереально Остается только поддерживать Махнув Верочке на прощание Надя подошла с покупками в кассе Незнакомая черноволосая девушка В очках в массивной оправе Дежурно улыбнулась Не желайте выбрать что-то для себя У нас много товаров для любителей Вот, например, стартовый набор Блокнот и графические инструменты Можно попробовать скетчинг Ну, конечно По мне ведь сразу видно, что я не художник, да? Этот свой холодный и стервозный тон Надя и сама терпеть не могла Еще одна вещь, которую она сегодня не контролирует Ой, простите, пожалуйста, просто... Кассир почти заикалась от смущения Вы так солидно одеты И маникюр... Художники обычно не так выглядят Простите, я не хотела вас обидеть Дисконтная карта есть у вас? Разумеется, максимальная Я постоянный клиент Очень хотелось грохнуть дверью Но Надя просто еще раз потуже подтянула шарф Чему тут удивляться на самом деле? Деловой костюм, пальто, офисная сумка, красный маникюр И полное отсутствие украшений Ее вид и правда богемным не назовешь Управлять рисками в страховой компании И выглядеть как художник Это было бы просто странно Ну разве можно с такими навыками работать в продажах? Она же тупо ничего не понимает в людях, эта девочка Надя бросила сумку с покупками на пассажирское сиденье Взяла желтого Пикачу И быстрым движением сунула его в урну у крыльца магазина Потом, хорошенько потянувшись Перешагнула проклятую лужу И одним рывком переместилась за руль А Ленка меня все ругает Что я юбки с каблуками не ношу Хороша бы я была сейчас До дома оставалось минут двадцать Субтитры создавал DimaTorzok